это уже у нас другой день и эта часть видео будет наверно больше интересно мужчинам нежели женщинам хотя женщинам тоже нравятся машинки пойдет разговор о опеле и зефире как-то я обмолвился в своем видео о том что когда мы ездили краснодара у нас небольшое чп произошло ну какого плана у нас машинка перестала заводиться даже не то что заводится просто заблокировался руль ключ в зажигании ни вправо ни влево и и в итоге в субботу где-то пол четвертого ночи или пол четвертого утра нас нашу машинку притащили к нам в село молдаванское вот от населенного пункта ильская до молдаванского транспортировка на эвакуаторе обошлась нам 8 тысяч рублей но это о прошлом в итоге получилось так что в понедельник приехал мастер к нам в село молдаванское посмотрел что как разобрал рулевую колонку проблема была банально простая ключ номер один от зажигания он сточился и скажем при вставлении в ключ зажигания дано было такое клинило немножко то включился но рулем подергаешь так вправо влево и замок зажигания срабатывала тут он сказал все устал я ушел в отпуск машинка ушла тоже вот но в конце концов мы все это разобрали молоточком постучали в какой-то момент роль заблокировался но город ну хорошо давай играть во вторник тогда значит приезжаем на из ту машинка простояла сутки ключи зажигания не вытаскивал и получилось так что машина просто на следующий день не завелась полная разрядка аккумулятора приехали друзья попробовали мы из прикуривателя завести машинку машинка не завелась с толкача машинка не завелась в итоге машину оттащили в крымск в город крымск в автосервис ну и в конце дня машинку сделали это так ну и туда вот как раз у меня еще и лампа ближнего света перегорела да я ездил почти пару месяцев без этого без лампы с левой стороны лампа перегорела но и думаю раз я в отпуске давай-ка я займусь заменам лампы но и у тут интересный момент в одном из своих видео я уже показывал как я делал замену лампы но это было у меня с этой стороны тут не очень просто подлезть потому что не мешает воздушный фильтр ну а здесь у меня с правой стороны лампочка ближнего света потухло в итоге я добрался до этой лампочки через люк подарка здесь есть лючок можно залезть и открыть лючок все это сделал вот в итоге я вытащил патрон но то что меня узел ужаснуло это видите провода пока я доставал провода старая оплетка на вся рассыпалась ну я понимаю что машине уже 15 лет но сам факт что это весьма весьма опасно может быть это знамение такое да что пора менять машину ну и заодно вот провода привести в порядок но вот та самая лампочка h7 который стояла здесь и в итоге если присмотреться у нее цокольный патрон тоже потрескался либо это перегрева какого-то либо от возраста честно я уже не помню когда я менял эту лампочку вот это linux японская лампочка была долго стояла на 1255 но как говорится наступил ей момент замены ну и в на сайте различных компаний я посмотрел почему нынче такие лампочки меня ужаснули цены что такие лампочки h7 доходит чуть ли не до 1500 2000 рублей есть там и по 600 рублей и 500 различные ну позвонил в наш магазин молдаванском вот такая для тех кто в пути производители маяк лампочка тоже вот 1255 h7 и стоит эта лампочка все лишь навсего 150 рублей взял 2 и плюс еще мне тут подсказали вот vd 40 все знают такое есть rv 40 все то же самое на той же самой основе ребят из автосервиса сказали ничем отличается вся разница только в том что вот этот баллончик на 100 миллилитров он стоит 150 рублей это не реклама это просто вот такую штучку я себе приобрел но очень третий день отпуска все очень весело все очень здорово буду сейчас заниматься ремонтом этих проводов сделаю обмоточку изолирует поменяю лампочку и вот пол дня прошла еще может быть в конце дня я поменяю масло потому что тоже подошел срок замены масла в общем машинка в этом месяце меня уже порадовала намного десятков тысяч рублей уже чувствую после ремонта дома будет замена автомобиля я даже знаю какой автомобиль я уже хочу но чтобы заизолировать контакты я нашел у себя такую поливинилхлоридную трубочку тот что капельную систему ставит она довольно эластичная тоненькая в диаметре я просто одену на ту изоляцию которая рассыпалась да вот такую трубочку но вот я отрезал маленький кусочек который мне необходим и ножницами его разрезал посередине чтобы можно было одеть на контакт к сожалению разъема не вытаскивались и скажем я стала открывать усики да и они вот здесь стали ломаться почему непонятно одноразовая клипса такая но вот два контакта я уже изолировал получилось это не очень может быть красиво но старушку надо реанимировать так как вытащить из разъемов не получается и надеть прямо на провод поливинилхлоридную трубочку не получается вот два контакта я сделал еще остался один третий я использую изоленту на тканевой основе специально для электриков она эластичная да не будет сохнуть ну а такая вот за ленты которая обычно пластмассовая она приводит к тому что от высокой температуре она просто рассыхается вот то как было на предыдущем контакте да вот он вся она прикипела и потом потрескала рассыпалась поэтому буду использовать на тканевой основе аллилуйя итог моей работы в том что фара ближний свет горит работой светится и теперь можно спокойно ездить даже в темное время суток и одноглазые не будут привлекать внимание а то полиция на такая она смотрит если у кого что не так в порядке все на этом был с вами я сергей гуд канал викинг лайф всем большой привет из села молдаванского пока ребята